Обратиться на горячую линию Новой Одессы еще в начале октября месяца жителей 88-го дома по улице Филатова заставило плачевное состояние подвала. Со слов одесситов, не первый год из прогнивших труб, канализационные стоки текли прямо под дом, что вызывало его проседание. После многочисленных обращений в ЖКС некоторые трубы отремонтировали, но, судя по всему, халатно. Спустя некоторое время они по-прежнему продолжали течь. Жители также настаивают. Вода утекает из системы уже после того, как пройдет через домовой счетчик, а значит дом разрушается за счет жильцов. Корреспондент Новой Одессы вместе с жителями посетили главного инженера ЖКС в Черемушке. Владислав Распаровский пообещал лично обследовать проблемный подвал и устранить течь. Спустя неделю силами сотрудников ЖКСа утечка воды была устранена. Также с помощью инфоксводоканала было устранено многолетнее подтекание воды из домового счетчика. Мне хочется поблагодарить журналистов, которые приехали по нашему вызову по поводу течи в подвале. Когда мы обратились к ним, они приехали вовремя, все это засняли, показали. И мы очень довольны, что работа, течь, которая была в подвале, значит уже сейчас удалена. Теперь в подвале сухо, но не чисто. Мусор, который оставили после себя бомжи, проживающие в подвале, служит причиной размножения тараканов, которые проникают в квартиры первых этажей. У нас подвал уже 8 лет как не убирается. Там жили бомжи и там очень много мусора. Хотелось, чтобы и эта проблема была решена. И большое спасибо журналистам «Новой Одессы», которые откликнулись на нашу просьбу. «Новая Одесса» в ближайшем времени посетит руководство ЖКС Черемушки и выяснит о сроках уборки подвала. С марта этого года мы несколько раз показывали дом 67 по улице Лузановской. Виктор Обертон обратился на горячую линию «Новой Одессы» с жалобой на равнодушие коммунальщиков к судьбе здания, крыша которого протекала, подвал заполняли стоки из текущих труб, а состояние парадной напоминало о бомбежке. К тому же на чердаке из-за дырявой крыши поселились голуби, чьи пометы и трупы, мягко говоря, санитарное состояние дома явно не улучшали. Неоднократно начальник участка номер 7 ЖКС Пересыпский обещал привести дом в порядок. В апреле на месте побывала комиссия из райадминистрации. Часть необходимых работ даже была выполнена, но недоделок оказалось множество. На прошлой неделе наш корреспондент вместе с неравнодушным жильцом побывали в участке снова, но так и не услышали никакой конкретики от начальника участка. Сейчас мы занимаемся в данный момент запуском отопления, включаем отопление, включаем отопление. То есть все люди заняты. Включим отопление, потом будем заниматься такими вещами. Тем более я вам не говорил 100%, я вам не говорил конкретно, что мы до конца недели это заделаем. Я конкретно за эти дырки вам не говорю. Все люди заняты, чтобы дать людям отопление. Но это можно было сделать раньше. Вам поменяли канализацию. Осталось только заделать. Я уеду, потерпите, сделаем. Сколько? Неделя, две, месяц, сколько? Я не знаю, как у нас пройдет включение отопления. Пройдет все нормально, не будет серьезных каких-то аварий, значит, люди будут свободны, я и поставлю сюда. Тогда Виктор Обертун решил снова отправиться в Суворовскую районную администрацию. Возможно, районное руководство как-то повлияет на ход ремонта, который несколько месяцев никак не завершат коммунальщики. Мы с вами знакомы. Конечно. Мы бы очень хотели пообщаться с вами по поводу нашего дома, Лузановского, 67. Дело в том, что вы, наверное, не в курсе, что они там вам пишут. Значит, сделали канализацию за наш счет. Ну, это как бы нормально. Мы собрали деньги, потому что поняли, что ничего из этого не получится. Канализацию сделали, но они пробили шкворни. И валяется эти кирпичи уже много месяцев. Мы не можем там ходить. Мы ходим к начальнику ЖК, оббиваем пороги, чтобы он заделал хотя бы вот эти шкворни, вот эти вот дырки. Александр Ильяшенко хорошо знаком с ситуацией. Он уже бывал во дворе проблемного дома и обещал помочь. Пообещал и в этот раз. Пусть как-то решают вопрос с канализацией, чтобы она не текла. Как-то решить один раз до конца, что же он там такое делает. И пусть замуровывает, там уже осталось два этажа замуровывает, вот эти вот дырки, которые развалили. До конца недели у вас произведут заделку этих отверстий, где там остались. Ну, пожалуйста. И по канализации там они тоже разберутся. Да, потому что мы просто уже устали. Знаете, мы уже просто руки развели. Хорошо, будем надеяться. На следующей неделе мы очень хотели бы показать окончательный результат ремонта на Лузановской 67. Субтитры создали. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!